МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За счет инициированного Владимиром Солодовым сокращения средств на содержание органов власти на 400 миллионов рублей увеличен резервный фонд Камчатского края. Из этого фонда выделяются средства на региональные выплаты медработникам, закупку тестов, компенсацию штрафов авиакомпаний гражданам за возврат билетов в связи с пандемией, материальную поддержку пенсионерам на самоизоляцию, а также безработным. Кроме того, средства фонда пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, на содействие занятости камчатцев, потерявших работу, закупку продуктовых наборов для жителей края и на другие важные цели. На сессии законодательного собрания края сегодня выступил глава региона. Владимир Солодов рассказал депутатам о планах по развитию края. Он затронул самые острые темы – снижение цен, отток населения с полуострова и Камчатский долгострой – новая краевая больница. Около 15 тысяч человек, а это почти 5% населения полуострова, ежегодно уезжает с Камчатки. Пятая часть – с высшим образованием. 60% – младше 35 лет. Отток населения – главная проблема, на решение которой должна быть направлена работа краевых властей, считает глава региона Владимир Солодов. Поэтому главную цель, которую я ставлю, главную проблему, которую я вижу, на которой считаю, что нам нужно сконцентрироваться и которую я ставлю перед командой правительства, это сохранение основного богатства нашего региона, его населения, в особенности молодежи. Камчатка должна стать местом, где хочется жить и работать, куда хочется возвращаться. И мы должны научиться удерживать образованных, энергичных, привлекать к нам, на Камчатку, талантливых и активных людей. По регламенту глава региона должен был представить депутатам отчет о работе правительства за 2019 год. Этот документ был подготовлен и направлен народным избранникам заранее. Сегодня пока можно констатировать, что мы не испытываем серьезное катастрофическое. Одно из основных направлений работы – повышение уровня жизни. В этот блок входит и снижение цен. Это наболевший вопрос, связанный с доступностью нашей камчатской продукции, в первую очередь рыбы. С 23 июня мы запускаем совместно с крупными рыбопромышленными предприятиями и торговыми сетями проект по снижению цен на камчатскую рыбу. Килограмм горбуши будет стоить 47-48 рублей, филе минтая – до 180 рублей. На рыбных предприятиях, чьи заводы находятся в отдаленных поселках Камчатки, должны трудиться в основном жители полуострова, уверен глава региона. Он также предложил сделать более системную работу по благоустройству этих населенных пунктов, которая проводится силами компаний рыбной отрасли. Я считаю, что нужно объединить усилия бизнеса и государства для того, чтобы поселки, особенно там, где происходит добыча рыбных ресурсов, соответствовали экономическому развитию, которое они обеспечивают. Для этого я предлагаю совместно с крупными рыбохозяйственными предприятиями разработать соглашение о долгосрочном социально-экономическом развитии между правительством Камчатского края и предприятиями. Глава региона пообещал снизить транспортный налог. Новые ставки, в которых учтут не только мощность, но и возраст автомобиля, будут разработаны до 1 июля. Отвечая на вопросы депутатов, Владимир Солодов объяснил, почему до сих пор не возобновлено строительство краевой больницы. В прошлом году часть федеральных средств была снята, и пока невозможно объявить конкурс. И сейчас я нахожусь в очень сложном положении, ко мне нужно сохранить те деньги, которые есть, которые выделены, 2400, чтобы не повторить 2019 год, когда нужно получить деньги федеральные на следующий период, скомпоновать их в единый объект, чтобы нам не привели к тому, что мы по частям будем заказывать краевую больницу, и окажется, что пуговицы к костюму не подходят. И после этого ее реализовать. Он в сложнейшем запущенном состоянии проект. Там не было даже дирекции сформированного, сейчас только сформирована дирекция строительства. Выступления и ответы на вопросы длились больше часа. Депутаты спросили, в том числе, будет ли выдвигаться Владимир Солодов на должность губернатора края. Он ответил утвердительно. Евгения Пылева, Антон Скрипаченко, Иван Родин. Многофункциональный военный госпиталь работает и принимает на лечение не только военнослужащих. Сейчас в нем, кроме военных, лечится 17 гражданских. В ближайшее время туда примут еще 6 человек. Новый многофункциональный военный госпиталь был открыт 15 мая. О завершении строительства Владимир Солодов отчитался перед президентом страны по видеосвязи. Госпиталь был построен за рекордные 57 суток. Он рассчитан на 60 коек и оборудован по последнему слову техники. Пациенты получают комплексное лечение от диагностики до хирургии. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в зоне ответственности госпиталя оценивается как благополучная. Укомплектованность госпиталя медицинским персоналом 100% составляет. Обеспеченность медицинским оборудованием, медицинскими расходными лекарственными средствами и средствами индивидуальной медицинской защиты в полном объеме. Несколько дней ушло на необходимую подготовку, и вот госпиталь заработал. Вначале только для военнослужащих и их семей. Теперь, когда учреждение вошло в систему страховой медицины и для гражданских, на первых парах поступило 17 человек с различными патологиями. Некоторые уже выписались. На их место поступают новые пациенты. С госпиталем контакт налажен. Ранее, сколько вы знаете, наверное, что нам были переданы бригады врачей. Они сегодня тоже получают заработную плату в госпитале, и командированы на них в госпиталь. Но работу, свою функцию трудовую выполняют в лечебных заведениях гражданского назначения Камчатского края. Взаимопомощь между обычными медиками и их коллегами в погонах поможет в борьбе с коронавирусом. Тем более сейчас, когда на полуострове есть дефицит коек, врачей и специализированных лечебных учреждений. Александр Араченко, Михаил Москвин, информационное агентство «Камчатка». Все населенные пункты Камчатки по дороге дальше поселка Атласова пока недоступны. Под угрозой мост через реку протока «Быстрый» на 150-м километре автомобильной дороги Мильково-Ключи, Усть-Камчатск. Правая, быстрая. За два дня берег размыло. Земляное полотно на подходе к мосту размыло река, которая сейчас в теплые июньские дни быстро наполняется талыми водами. Движения закрыты на участке от 120-го до 153-го километра автодороги от примыкания к поселку Атласова до примыкания к селу Эсса. Запрет действует для всех видов транспорта. Подтопление сейчас отмечают и в некоторых районах края – Соболевском и Пенжинском. На Камчатке стартует досрочное голосование по предложенным поправкам в Конституцию Российской Федерации. Оно по традиции начинается с экипажей судов, находящихся в море, из тех людей, которые живут в труднодоступных местностях. С 10 июня уже фактически первые избиратели, которые находятся на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, и находящиеся в труднодоступных отдаленных местностях, уже имеют возможность принять участие в голосовании, потому что процесс досрочного голосования начинается с 10 июня. У нас порядка 100 судов в день голосования будет находиться в плавании, и мы полагаем, что порядка 4000 избирателей будет находиться на них. В труднодоступных отдаленных местностях тоже территориальные и участковые избирательные комиссии прежде всего сейчас будут развозить документацию по всем избирательным участкам, по всем селам. А ориентировочно с 14-15 числа начнется сама процедура организации досрочного голосования. Эта схема остается неизменной. И в завершении выпуска. Когда пройдет парад победы на Камчатке? Глава региона предложил две возможные даты его проведения – день военно-морского флота и день окончания Второй мировой войны. Мы спросили, что думают о переносе торжества жители Краевого центра. Парад победы пройдет во многих городах России 24 июня. На Камчатке ситуация с распространением коронавируса сложная. Из-за этого глава региона Владимир Солодов предложил перенести торжественное шествие. Я уже обратился к командующему Восточным военным округом Геннадию Валерьевичу Житко с предложением перенести парад победы на Камчатке либо на 26 июля – день военно-морского флота, либо на 3 сентября – день окончания Второй мировой войны. В текущей ситуации безопасность и здоровье наших граждан превыше всего. И я уверен, что мое предложение будет поддержано. Мы спросили жителей Петропавловска о переносе парада победы и о том, какая именно дата для них предпочтительнее. Подполковник в отставке Валентин Мерцалов лишился основной части доходов из-за пандемии. Музей закрыт, и художник предлагает свои услуги прохожим – нарисовать портрет по фотографии. Ну, я считаю, что нужно по обстановке смотреть. Мне кажется, можно бы и подождать. Хотя, кто может спрогнозировать, что дальше будет, тоже же непонятно. В городе многие гуляют, поэтому вполне можно провести парад, уверена жительница краевой столицы Арина. Большинство людей уже на улицах, и победу можно проводить и в масках. И климат у нас холодный, поэтому я считаю, что коронавирус – это не то. Победа есть победа, надо ее проводить. Другие горожане уверены, что с парадом пока стоит подождать. Если ситуация по стране, а тем более в Камчатском крае, такая плачевная, вряд ли стоит позиционировать свою мощь, если мы не можем справиться на таких маленьких территориях, как Камчатский край, с такими невзгодами. Я думаю, нужно перенести, потому что ситуация еще непонятная, все ходят в масках, еще все закрыто, поэтому люди как бы в неведении, что происходит. И я думаю, самое очевидное здесь – это просто немножечко это все сдвинуть. Ну, окончание 3 сентября, конечно, если будет возможность, если не будет, у нас опять вспышки коронавируса. Ну, отметить желательно. Я вот, например, выросла, 9 лет мне в войне закончилась война. Конечно, для меня это праздник. Краевые власти примут решение о дате проведения Парада Победы после улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.